приветствую вас любви свете единого творца я думал по-другому назвать видео на всякую во всяком случае заставку я ставлю ту которую анонсировал видео может быть назову по-другому потому что дуэли не было было куча событий которые не знаю что важнее сам разговор или то что сопровождал то что сопровождало этот разговор значит как вы помните я часто критиковал раввина михаила фингеля называл его лжецом в ответ он не назвал лжецом назвал мне там патушником ваней что мне размажет в итоге я пригласил на такую некую дуэль до словесный на что он согласился но пару раз как бы уходил сторонку на ее на третий раз вроде мы стали уже договариваться конкретно и значит состыковались по skype я настраиваю все на настроил два окошка я и он и в этот момент мне говорит а секунду я сейчас подключу максима я без него не могу игру зачем нам максим ему даже сказал кузнец зачем нам кузнец нам кузнец не нужен это будет только значит интернет сжирать но третий канал да с учет на того что он сейчас всякие перебои но то есть youtube у нас все упал соответственно была запись skype тоже это гугловская тема поэтому груду зачем но он настоял окей наш разговор по skype влазит максим у меня все рушится потому что 3 появился и картинка не стыкуется ничего он пытается у себя наладить запись я у себя ничего не получается в итоге мы договорились я пошел на встречу это же мой эфир должен быть да игру ладно давайте раз у вас там получается вы пишите но вы потом этой записью поделитесь тут же и мы тогда запустим вместе хорошо хорошо ну на этом как вот с этом все и началось я сейчас включаю значит эту запись ну иногда буду что-то комментировать и в конце уже поговорим что было после эфира или не стоит давайте начнем это будет самое мудрое алан уломали долго готовились так значит тогда сейчас включая заставочку так вот с этого начнем и значит ну как договорились пошла запись что сейчас случилось это максим сказал да все идет но тут почему-то не записалась но я понял что я подумал что записал я не писал и чтобы исправить запись сделал еще раз приветствую вас любви свете единого творца сегодня мы встречаемся и говорю что он меня в гостях я может в гостях у него мы встречаемся с человеком с которым мы давно заочно знакомы у нас есть совпадающие взгляды о том что все сотворил единый творец дальше у нас по именам небольшие различия вот и значит но хотел бы сначала несколько личных вопросов задать михаил потому что но вот так вот и мы договорились что если ответ есть он отвечает если что-то не то он как бы следующий значит качество моего видео было такой таким как вот вы меня сейчас видите да в записи у этого максима у меня качество было ужасно вот вы сейчас видите он еще вырезал и расширил я не мог себя узнать но потом уже на миша с мобильника записывал соответственно видите сейчас как получать он он лучше выглядит по качеству меня это сильно не волновало но он как бы я старался я технику настраивал ну покупал ее а в итоге опа какая-то как будто это мыльницу какую-то поставил ладно слушаем дальше значит так это меня даже есть вот в википедии есть такая такая фотография сделал скриншот во первых сразу видно сколько лет значит где родился и какое гражданство израиль и сша все тут все верно а гражданство россии есть нет и есть также гражданство россии на википедии этого не написано пока что ну тогда тогда резонный вопрос у меня такой вопрос был записан на бумажке значит интересы какой страны у тебя в приоритете свои в твоей жизни смотри игорь вот человек рождается ребенок он любит папу маму дядю тетю не значит что он должен любить кого-то одного конечно же страна в которой человек родился вырос а я до 16 лет жил в россии в москве она большой отпечаток накладывает но дальше жизнь идет вперед 16 лет я уезжаю в америку и формируюсь там учусь там в университете в докторантуре учусь там в ровнистической семинарии много лет потом переезжаю из америки в израиль обычно люди делают наоборот вот и живу в израиле каждый из этих стран откладывают огромный отпечаток если говорить в порядке важности то конечно это россия и израиль это фундаментальные страны это родина россия где родился и отечество страна моих предков это израиль и америка страна которая очень благодарен за очень многое что я там получил участие образование и так далее таком бы давайте я сейчас добавлю одну картинку точнее три чтобы прокомментировать то что он сказал значит в нем было гражданство россии вот присяга я такой-то добровольный осознанно принимая гражданство российской федерации клянусь соблюдать конституцию законодательства российской федерации права и свободы ее граждан исполнять обязанности гражданина российской федерации на благо государства и общества защищать свободу и независимость российской федерации быть верным россии уважать ее культуру историю традиции значит после этого он принимает гражданство сша значит настоящим я заявляю под присягой что абсолютно и всецело отрекаюсь от всякой верности любому иностранному принципу властителю государству или суверенитету подданным или гражданин который я до сих пор был что я буду поддерживать и защищать конституцию и законы соединенных штатов америка от всех врагов внешних и внутренних что я буду проявлять истинную веру и преданность им чтобы носить оружие от имени соединенных штатов когда того требует закон что я выполнять не боевые обязанности службы вооруженных сил соединенных штатов когда это будет 3 требует закон что я буду выполнять работу государственной важности под гражданским руководством когда этого требует закон и что я беру на себя это обязательство свободно без каких-либо мысленных оговорок или цели уклонения да поможет мне бог то есть когда потребует закон или значит я буду воевать когда не воевать не надо и не боевые обязанности то есть я от всех отрекаюсь но отрекло бы было у него гражданство россии он отрекся от гражданства россии и принял верность соединенным штатам так ну и тут есть мне еще присяга израилю значит это уже следующее государство я присягаю обязуюсь и клянусь хранить верность государства израиль его законам и власти принять на себя безоговорочно и беспрекословно все время армейской дисциплины повиноваться приказом распоряжением полномочных командиров посвятить все свои силы и пожертвовать жизнью ради защиты родиной вообще-то родина россия сам сказал и свободы израиля значит стесняюсь спросить вот он привел в пример маму папу там и там дядю но разве сша россия и израиль это родственники это какие-то близкие друзья это союзники может быть может они союзники при том в комментариях под тем видео что он удалил значит у себя на канале он еще ответил я еще не все сказал там кто-то не спросил про гражданство готовов меня перечень большой зачем вам это нужно но говорит это что-то о человеке ну ну как сказать слуга трех господь как господ как минимум да и чей интерес он будет отстаивать находясь в израиле вот давайте не буду делать какие-то выводы да но просто это иллюстрации он клялся трем государством и и не я считаю невозможно быть верным трем господам трем разным странам одновременно это невозможно значит это по теме как бы во благо на можно и обмануть кого-то хотя написано в соединенных штатов что без каких-то задних мыслей вот четко как ты говоришь так и должно быть то есть две остальные клятвы но не действительны ладно идем дальше образование юридическое я закончу там степень бакалавра получил два факультета кончил политологии философия права потом школа права пицбургского университета до докторантура юридическая то есть образование все нормально не то что у меня ну я перспектив с образованием все нормально надеюсь мое образование архитектор если если тебе интересно интересно расскажи пожалуйста ну закончил архитектурные и даже несколько зданий пока еще работал проектом бюро можно сказать стоят сергию посаде но потом была перестройка мутные времена в это время кстати родил двух детей ну через жену конечно вот самые такие годы и начал крутиться бизнесом занимался там на трех-четырех работах работал одновременно москву ездила сергию посада электрички каждый день в общем в итоге перебрался москву вот и сумме сейчас у меня четверо детей это уже можно сказать от трех браков и соответственно хочу тебя спросить у тебя я там видел отражение стекла сына вроде у тебя есть да и у меня двое детей у меня сын ему 21 год и у меня дочка и 14 лет у меня одна жена была есть слава богу вот а кстати я вырос в клязьме я тут уже лет на дорогу прекрасно знаю потому что у девушки бабушка была дача в клязьме а клязьме недалеко находится по моему от сергию посада это ярославская железная дорога ну так вот вот она за городской это было раньше название заборск ходькова вот эти все такие станции александров вот ну вот получается у нас есть общее это русский язык на котором ты я думаю и живешь и и общаешься с людьми ты не ведешь на английском какие-то сайты для америки нет но я думаю начать канал на английском языке может быть на ютюбе параллельные тому что я делаю потому что все больше и больше просят об этом посмотрим как получится и вот значит ты свои видео начинаешь того что продвигаешь свет туры в россии нет 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 конечно нет в израиле моя основная аудитория в израиле есть около двух миллионов граждан израиля и евреев выходцев из бывшего советского союза которые говорят на русском языке я не ставлю цель иудеизировать россию пусть россии занимается русская православная церковь это ее епархия этого мысли вообще нет и также моя аудитория это и русскоязычные евреи из сша канады евросоюза и так далее вот моя основная аудитория если меня смотрят люди других вероисповеданий потому что им это им интересно это не потому что я ставлю цель кого-то в иудаизм тянуть но принципе вместо тебя это сделали другие ведь христианство и ислам это версия иудаизма но они вышли из иудаизма сегодня самостоятельные религию вышли изначально да так что в принципе с моей точки зрения все три религии не зря называются варамическим потому что они в корне имеет иудаизм а некоторые говорят да ты чё не у нас у нас новый завет а ты чё нет на у нас коран ратура от этого куда его потеряли не не это не наш как же не ваша книга вот люди да вот хочу хотел сказать что заявление ученых не моим не моему заявление о ученых что глупых людей в районе 90 95 процентов и соответственно сложность людьми которые вот входят в эти 95 процентов о чем-то дискутировать или что-то переводить какие-то примеры вот надеюсь мы сейчас вот поговорим как умный человек с почти умным человеком ну ладно тебе скромничать вот хотел я уже спрашивал про про кипу значит ты говоришь я не снимаю во время эфиров не снимаешь или после эфира тоже носишь религиозные иудеи всегда носят кипу всегда ее можно снимать только если есть опасность для жизни она символизирует бога который над тобой творца который нас создал символизирует скромность у человек должен быть ну как у блатных спрашивают и под кем ходишь там я под степкой там стенкой к кривым да а я под войнкой косым а я под богом хожу вот это это обряд который не из тура сам он появился в третьем веке нашей эры в вавилоне как напоминалка такая немножко тупая потому что именно мужчины и и носят чтобы не быть как свинья полностью то есть у тебя тянет какую-нибудь подло сделать еще что то там украсть что-нибудь на чужую жену посмотреть чтобы ты вспомнил и тебя это остановило но она не останавливает все равно но смысл смысл волосы что это потеет там же жарко я понимаю что для чего там вот крестики носит для того чтобы но следующий вопрос как это работает для чего какой результат эффект это работает к сожалению как любой религии обрядовость работает в меньшинстве случаев в основном чуть не работает потому что люди многие как были животными по сути в самом худшем смысле этого слова так и остаются неважно что ты на голову наденешь на шею наденешь увы это не тормозит это не включает человечность конечно я это делаю лично для бога но плюс будучи раввином это если я сниму кипу и буду ходить без нее то это не поймут люди это будет вызывать в иудейской среде осуждения и скажут это не равен никакого потому что все это он он ведется как не как по прострига скажем так и на дома ты сможешь расслабиться ну у нас не принято то есть в душе да ты снимаешь спишь ты можешь без нее спать так ты ходишь с ней но если опять таки есть страна есть повышенный уровень антисемитизма надо либо кепку надеть либо снять кипу да но в принципе если тяжело там или очень плохо и голова можно снять потому что это не есть это не заповедь торы это мудрецы израиля или такой обычай чтобы человек помнил о боге это не так важно тут есть два момента стыд или неудобство по отношению к мнению окружающих ну вот мне например ну не то что не за как сказать вместо плевать мне все равно кашка что вам не думают и с этим таким пониманием ну легко жить ну я вот такой вот такой чё что их мнения мне для меня значит да ничего ну а что я тут добавлю не всплыла воспоминания тоже с евреем лет может 15 назад еще занимался парфюмерии и такое фишман еврей мне фейсбуке сделал замечание что что-то я там чтобы я вел себя как-то подобающе иначе как же люди о тебе там как-то подумают вот манипулирование то есть ты веди себя нормально с его точки зрения не с моей а с его иначе люди о тебе будет плохо думать и в этот момент я так задумался и в тот момент еще плюс я из эланды читал и вообще стало развиваться игру вас что мне мнение там фишман или еще каких-то людей неважно там ивановых сидоровых что мне это мнение я что вырос или родился для того чтобы угождать чему-то мнению и лет мне был поворотный момент игру я плевать хотел на мнение критиков или каких там еще судей там советчиков и стал жить как как я хочу не обращая внимания на мнение окружающих он меня не знает мои мысли верен я ему не верен без этой жены знает это внешние атрибуты которые они не так важны но они есть скажем так вот 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 и все и значит но ты посмотрел мое видео про деда мороза в каком возрасте ты понял что дед мороз это обман ты знаешь я тебе скажу я давно долго верил в деда мороза под елкой родители клали подарки я это узнал довольно поздно а вот было период разочарования а потом когда я уже стал верующий а я из верующей семьи надо сказать и уже в 12 лет я учился в воскресной школе при синагоге я не могу сказать что я раскрылся в каком-то периоде потому что я никогда не было всех тяжких я всю жизнь сколько я себя помню как человек взрослый я был верующим человеком по мере погружения глубоко в религию я понял что дед мороз есть но просто в каком-то метафизическом смысле все равно есть потому что все идеи которые приходят в наш мир они все равно приходят сверху энштейну приходит теория относительности оппенгеймеру приходит там идея бомбы андерсон приходит идеи сказок который писал в каком-то смысле все дед мороз есть ты хорошо взял подачу значит это переходный период от детских сказок к взрослым да согласен мне приятно с умным человеком говорить вот потому что дед мороз это санта клаус это святой николай это из религии перешло и в итоге детей готовят к чудесам родители готовят и потом их уже встречают священники и рассказывает уже свои чудеса на на своем уровне правильно так изначально было задумано тогда и я хотел определиться еще с понятиями вот мы друг друга называли лжецом да значит что такое истина правда и ложь вот я хочу на примере солнце до сказать солнце светит это истина это есть согласен луна светит это правда это правда отраженным светом отраженным светом луна светила это ложь у нас светил это вот смотри прекрасная беседа поэтому значит мне хотелось бы понять или сдать дать получить от тебя ответ когда авторе написано что господь двух два светила прикрепил на небо это она правда или ложь а смотри для того чтобы понимать тору нужно понимать древний иврит на котором она написана эта книга написана на ближнем востоке тысячи тысячи лет назад с учетом менталитета ближнего востока с учетом того что она написана древним людям и это педагогическая книга которая пытается на древнем языке древнему человеку очень дремучему достучаться до него и что-то ему рассказать и у нас есть древние древние предания как это трактовать все далеко не все истории написаны в торе буквально вот например очень многие раввины рационалисты объясняют что все из вся описание творения мира это это метафорические описания это не было семи дней вот этих не было вот 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 всего того много что там написано например простой пример деревья и растения созданы до солнца хронологическом порядке описание библии они без потосинтеза не могут как они были созданы до солнца то есть это это не надо понимать буквально это это есть потом объяснение такое что солнце потом создана потому что она идолом стала и как идол древности описание его творения более поздно отодвинута в процессе описания этого рассказа то есть это все не надо понимать буквально только то что буквально это многие законы а многие истории описание повествование они метафоричны они по своему стилю напоминают древний шумерский эпос как сказание гильгамеша как древние рассказы многих древних народов это акации шумерцы вавилоняне набатейцы то есть нельзя это все понимать вот буквально и тогда будет легче жить вот скрин твоего от этого анекдота или каска как как правильно сказать значит я хочу сказать чуть-чуть про то что он сказал и мы потом еще к этому вернемся что он говорит что тора написан людьми на основании или как бы напоминает но как напоминает сначала были аккадские шумерские тексты египетские да а потом евреи написали свои уже тексты свои былины сказки при том как он сам признает что наворочено так что не воспринимайте это как бы всерьез и буквально вот и там еще пройдемся по ну короче я считал что тора это святое незыблемое писание соответственно когда ткачев закир найк финкель говорили какую-то другую интерпретацию или как бы перевирали с моей точки зрения текст из незыблемые я тогда и говорил был вы лжецы вы врете так такого нет там но сейчас когда такая ну как сказать гибкая позиция что мнение не это это все так смотря как к на это посмотреть но тогда тогда нельзя называть этих людей которые живут за счет этих текстов и трактуют их поколениями нельзя их называть лжецами это ну фантазеры там написать или нам сказочники сказочки на ближе вот как то так то есть я теперь смотрю на вот эти вот как сказать проказы проповедников ну как то так вот уже поспокойнее то есть нет никакой лжи просто человек взял и понял это по и ты с этим весело просто жить как миша сказал слушаем дальше значит вот начинается того что умер раввин попал в рай можешь сказать ты тоже в рай стремишься ну как бы собираешься нет у меня нету такого в рай куда бог определить туда и попаду главное чтоб стыдно перед ним не было было достойно прожить жизнь вот для меня важно я не про это же достойное завершение жизни это не должна быть сама цель как в советские времена мечтали попасть там этот дачу получить там в элитном поселке до волгу иметь это все смешно и цель должна быть что человек должен быть достойным человеком жить по чести по совести делать добро а куда бог определит но бог он решит куда кого определить понятно что это цель недостижима не для одного человека рай почему с точки зрения иудаизма в рай попадает каждый человек который больше было хороших поступков смотри ты же помнишь бытие третью главу последний 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 там дерево жизни до которого дам не добрался если вам добрался то он стал бессмертным как аллах как я ну да и кого он там ждет чтобы было много богов там не это тоже вся эта история она не буквально она не буквально и там сам идет о жизни вечное тело не душе душа она и так вечно то есть как бы да человечество не получил вечной жизни тело но душа она вечная человека умирает душа идут дальше тело это ополочка тело умирает душа вечно живет где рай находится или между речи в раке или где-то на небесах есть и дарались на дарались на небесах был ранее здесь дурище в раке после этого после грехопадения бог вас забрал как на лифте туда наверх и он в духовном мире как весь понятие небесный иерусалим небесный мир я вспомнил тут и и индуистскую эту легенду как кришна одной рукой поднял гору вот а тут ну то же самое поднял рай а что такой рай это такой садик огороженный правда вещи по вас просил где это написано что я такой не встречал он поднял мара и рай чуя слушай а это где-то написано что рай предподнялся наверх это написано в книгах это не пяти книжных книгах пророков есть многие пороки используют такой термин небесный иерусалим и то есть это трактовки в канонических текстах этого нет потом люди раввины сели и начали придумывать настоящие хадисы как говорят мусульмане на придумывать от себя где же это где же рай и кстати вот это вот позиция ну куда господь меня отошлет но это я думаю говорит о том что он в это не верит потому что верующий он понимает что от это ужас это сковородки это какие-то вечные мучения и как можно спокойно относиться к тому что ты будешь вечных мучений конечно верующие настоящий верующий он должен стремиться в рай чтобы сковородка его не догнала вот но в одном куда там и то есть он понимает что эта сказка который написал какой-то его там про про предок и вот он вынужден эту эту сказку принять небесные значит рай и душа понятие души описано то есть что сульман есть такое понятие достоверных хадис и недостоверных хадис это же трактовки уже ведь бог такого не говорил вот я тебе скажу так ни в одну книгу нельзя впихнуть всю информацию невозможно в то и было написать все она была бесконечной это раз два очень многие книги туры танаха писания не были утеряны результате гонений войн пожаров библиотеки но тут миша уходит от ответа потому что это кардинальный вопрос куда людям если они соблюдают все религиозные вот эти вот правила заветы куда они потом попадут это кардинально ради этого люди принимают ту или иную веру кладут жизнь за это убивают кого-то за это а он говорит ну что такие мелочи тогда книга была толстая это уход от ответа я считаю горали там самое известное все знают александрийской библиотеки мы сейчас находим в израиле вот все знают о кубранских свитках такие на кожаных на кожаных таких пергаментах таких глиняных сосудов пещерах находят свитки и продолжают находить и здесь и в ордане и везде и там есть новые всякие книги которые нам неизвестны новые главы у нас нету всей всей книги но даже бы она была вся в нее невозможно было все записать поэтому очень многое как высотский пел мы много из книжек узнаем но истины передают из устно нельзя все написать в одной книге а вот нельзя то есть вот этими словами говори что тора написаны людьми так это и у нас все знают тору было написано многие говорят это господь перстом там или чем-то еще написал конечно нет конечно не было записано людьми записано людьми она была записана моисеем она была записана иисусом новином и учеником другими пророками их учениками это постепенный процесс был как все это формировался 200 писали там 300 вот эти пять книг писали много и мы можем сделать даже лингвистический анализ и по нему определить древность текста я в курсе да что там сборник рассказов а некоторые думают нет господь прям продиктовал там ну если так тогда да тогда можно дописывать уточнять там добавлять уже там современные какие-то там гаджеты там ракеты в принципе заканчивается вот эта притча тем что бог якобы отвечает этому раввину что а как можно безграмотным пастухам с бронзовыми мечами рассказать про вот этот вот большой взрыв и все остальное днк вот принципе я я согласен с тем что мы должны жить современными понятиями открытиями и не оборачиваться на то на те не знаю нормы жизни которые были установлены в то время а вот допустим ну и ислам и иудаизм ну христиане тоже этим занимаются иногда ортодоксально так нет вот нельзя иначе там камнями побьем там голову отрежем потому что нам так завещал господь ничего менять менять нельзя но это зависит от людей еще многие люди они фанатичные они малограмотные они боятся думать и происходит вот то что происходит в результате ну ты тоже да давайте подведем черту значит раввин священник говорит о том что святая книга тора ветхий завет таурат это сборник рассказов древних евреев о чем я говорил много лет он и об этом сказал подтвердил мои слова соответственно в отличие от деда мороза это более древняя сказка и который кстати подарков под елочку не кладет но обещает обещает прям вот прям как только так сразу как там не знаю там миссия придет все переменится у вас будет все в шоколаде пока терпите это для тех кто не читал мне не верит поверьте вот пожалуйста иудей раввин это сборник сказок и следующие трактовки уже пошли христианские так называемые мусульманские иудейские дальше люди на этом живут трактуют зачитывают смотрят по-новому понимаете дальше такой вопрос еще когда был создан мир согласно торе вот в миллион лет шесть тысяч лет вот ваши лет отчисления от создания мира да 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 давай расскажите значит был такой раввин причем неизвестно даже во имя не сохранилось и он взял сделал простую арифметическое действие он взял все персонажи упомянутые в торе и долготу их жизни сложил все вместе вот там адам жил там 930 лет этот жил еще столько про 930 лет есть такая идея что но в те времена когда были тупые люди с бронзовыми мечами не было такого понятия как год был было понятие лунный месяц и лунных месяцев было в году 12 да ну как 12 знаков зодиака соответственно взять 930 лет разделить на 12 там будет что-то около 80 лет то есть нормальная продолжительность жизни человека только-то столько-то и пришел к выводу что общем миру около 6 тысяч лет и над этим раввином даже подсмеивались другие великие раввины и говорили что миру не столько лет мир намного древнее но почему-то календарь был построен мнение вот этого анонимного человека который просто на основании долготы жизни персонажей библии вывел вот эту форму и так она осталась это в принципе не о чем я вечно считаю что миру миллиарды лет смотрите ни о чем но государство израиль живет по календарю который отчитывает непонятно какую дату ну так вот чуть-чуть если задуматься да я уж про название израиля сейчас молчу да и вы может про это говорили отчитывается время от какой-то любой даты это углеродный анализ физика математика биология зоология не знаю все что хотите динозавры конечно но вот такой календарь но это что это так это относительная абстракция не все в это верят и многие раввины даже считают что мир очень много лет но я скажу что большинство все-таки говорит нет мир вот шесть тысяч репет вот так вот единственное что их может немножко чуть-чуть вытащить это то что есть такая книга медроши это как хадисы такие где написано что бог создавал мир и уничтожал мир создавал уничтожал то есть это очень похоже на вот мезозойский период там палеозойский период юрский период там ледовый период то есть иногда объясняют это вот так но в общем все зависит от того как люди думают поэтому по-разному думают это все это все внутри координатной системе лудаизма можно думать и так и так по поводу вот еще уже когда бог сказал адаму не ешь яблоко или умрешь сей день он был честен перед адамом или собравший ну там не было яблоко там был плод но неважно про плод меня такая идея ну может она немного юмористическая вот смотрите если бы он ел яблоко то какой опыт он получил ведь он питался яблоками да ну хотя яблоко и то есть плод но я тут думаю что на этом дерево росли неизвестные плоды то есть все другие деревья им были известны а это неизвестно поэтому в том числе наверное у него возникло любопытство а как какой вкус у этого плода с шипами какой-то зеленая там ну я так предполагаю да он кусает царапает язык щелку там горькая какая-то субстанцией и вот может даже и вырвало и он получил опыт вот опыт кругом были яблоки сладкие плоды и сладкие а он взял вот это вот не на и кактус колючку на съел ну или откусил и у него появился вот это это нельзя есть это невозможно это и у него пошло вот это появился толчок к развитию он посмотрел на себя посмотрел на его и прозрел потому что измен никакого не было то есть плод был такой что он прочистил его мозги ладно это моя моя мой хадис недостоверный комментарии наши объясняют о том что умрешь имеется ввиду согрешив ты умрешь потому что ты оторвался от бога от святости ты оторвался от исполнения заповеди творца тебя была одна заповедь не приближаться к этому плоду и не есть его ты ее наружу и не выдержал в этом смысле в метафорическом умрешь и в приступе и в более глубоком смысле ты стал теперь субъектом смерти то есть да ты долго проживешь но ты все равно умрешь физически если бы ты не сделал это вот я бы даровал тебе вечную жизнь даже тело но ты теперь умрешь бог не сказал что ты умрешь мгновенно просто умрешь и день был написан в этот день умрешь тогда вынуждены мы трактовать это метафорически что ты умрешь потому что на древнем иврите грех и смерть это очень похожие слова то есть потому что грешник он как покойник объясняется наторван от бога он он не в земле живых не в земле праведников то есть он отрезан вообще то есть это прощение грехов так что это вообще не проблема но согрешил пока я согрешил покаялся вообще не проблема так он и так был смертный ведь его изгнали чтобы он не нашел дерево жизни чтобы не стал бессмертным я тебе больше не знал что это все произойдет поэтому вся эта история она вопрос такой я я тогда не стала ничего обострять думаю чтобы все было мирно гладко но ведь откуда миша знает что думал бог если это писали евреи древние евреи но как он может знать планы богу ткачев тоже так уверенно говорит и за дьявола и за за господа за одного за другого но откуда меньше ты знаешь что бог там планировал и что он имел ввиду когда он искал адама по куртикам адам ты где такой всевидящий а там ну так и где ладно дальше не более чем предлог для начала мира не было ни единого шанса чтобы адам это с его и соблел и чтобы история мира пошла вот по другому вектору развития если вон яблочки яблочки или плод не попробовал то у нас бы с того не было правильно может быть бы вы бы но мы были в другом мире не было бы смех а вот они ходили бы с глупыми глазами голые все ели занимались бы сексом активно и рождали вспомни когда они съели они поняли что ноги потом стали интересоваться всякими делами о у тебя вон что есть и так появились дети уже будет бог бы им дал все это потом сам и древо жизни и древо познания если бы они просто выдержали в этот период испытательный но это было не суждено фантазируешь там же не написано и конечно написано потому что в удаизме есть понятие трактовок мы не идем вот только вот потому что написано как у протестантов у них есть правило соло скриптура только то что написано а в удаизме кстати как у православных есть понятие предание отцов и предание трактовки все это можно трактовать это мы не держимся только вот за то что написано потому что если вы задержаться ничего не поймешь все равно нужно заполнять чем-то это какими-то объяснениями начать иначе будут вопросы на которых не будет ответ совершенно а так раз между стройками и как его по все вроде как-то жить надо значит могут я думаю что получается что змей он по замыслу господа значит подсказал адам и евы откушать правильно змей был подослым богом бог создал свободу выбора он создал предпосылки для того чтобы все произошло конечно свобода выбора была его дома и у евы и у змея и змея это тоже непростой змей это образ конечно это и элемент тут есть такое объяснение что это дьявол который вошел в тело этого змея оперки обычный змей он не говорит обычный змей он не обладает таким интеллектом понятно что это было какое-то уникальное существо не тот змей которую мы себе представляем на этих фрест картину это это вся эта история она вообще за пределом обычного понимания написано же для тупых людей с бронзовыми мечами правильно но не только не только смысл же еще и в другом есть что каждый день в человеческой жизни бывают соблазны очень большие и человек должен не следовать за соблазном а уметь выдержать ему хочется например чужую жену или ограбить ближнего или сделать подлость и надо представлять себе эта метафорическая история представлять себе вот этого змея который тебя соблазняет и удержаться вот смысл а чё плохого сделала там-то я повторю что мы бы тут не сидели если бы он не соблазнился было бы мы посидели все было бы но было бы в лучшем варианте развития событий чем чем произошло так мне кажется в каком там стоит ангел охраняет рай никого не пускать чтобы до дерева жизни кто не дошел но опять же раз мы трактуем и так и так то конечно он по какому-то пропуску кого-то пропустит но скажет верю жизни не ходить и вот в раю первых чем там заниматься в раю вот стремятся в рай а чё там делать ничего бездельно нет 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 с точки зрения иудейской иудейского предания и книг кабалы рай это школа высшая академия в которой бесконечно люди души изучают знания изучают мудрость бога и бесконечно растут в этом знания это не безделье там ты не снижаешь на печке как имели расскажи что там раю деревья и все то что я там измечу ползает нет это не более чем метафорическая история рай как духовный мир это великая академия где он наполнен душами людей которые были праведные при жизни ангелами высшими ангел то есть ангел то есть много уровней и это школа в которой люди изучают ну помимо наслаждения различных они изучают мудрость бога они изучают знания они изучают какие есть миры и только в этом может быть удовольствие потому что ты постоянно растешь идешь вперед изучаешь то чего то есть вы понимаете это интерпретация это мнение каких-то раввинов с которыми не согласны другие раввины ну это коллективное такое творчество кто чего берет тот и трактует не знал и качественно меняешься как душа потому что эта жизнь наше мире тут это тоже школа нас сюда посылают учиться приобретать опыт приобретать знания трансформироваться меняться и становиться лучше мудрее чем мы были до входа в этот мир в эту командировку большинство людей этого не понимают этого не делают и проходят годы они остаются на таком же уровне либо деградируют но цель в другом цель в том чтобы расти вот тут я согласен да но у меня по-другому но то что мы здесь должны развивать свое сознание или душу там может по-разному это называть согласно это я имею ввиду материалы и когда он говорил про это их мне хотелось начать рассказ как из чего построен наш мир вот это четвертое измерение 5 и так далее но я промолчал думаю ну следующий раз уже если у нас будет беседа то я расскажу и как я слышал реинкарнация признается тобой не только мной 95 процентами ортодоксального доизма реинкарнация признается каббалой и мистическими книгами учениями всеми разновидностями удаизма конечно это можно почитать в какой книге написано про инкарнацию можно даже войти в поисковика ввести реинкарнация в удаизм и выйдет огромное количество информации огромное а может схематично как бы рассказать как это происходит с вашей точки зрения в писании есть намеки на реинкарнацию но открытого заявления что реинкарнация существует и душа много раз приходит в этот мир нету в удаизме реинкарнация не такая как буддизме потому что в буддизме это та же самая душа которая эмигрирует в разные тела в иудаизме с появлением каббалистических книг это книга зогар 13 век это книга сэфердицера книготворения там это 7 8 век нашей эры появляется концепция реинкарнации расширяется смысл такой что тут есть душа делится как вот свеча горящая от нее можно зажечь от одной свечей 10 свечей и пламя будет переходить от одной свечи к другой но вместе с тем от первой оригинальной свечи пламя не убудет вот точно так же очень похоже объясняется реинкарнация в удаизме что есть оригинальная душа есть душа порождения то есть это другая личность все равно другое дело что в ней есть фантомная память какая-то иногда которую можно разбудить иногда она проявляется в виде дежавю иногда она вообще никак не проявляется человек ничего не помнит и прошлые опыты они влияют и человек приходит много раз потому что он не доделал то что он должен был сделать раньше пока он не доделал он будет приходить и опять-таки в удаизме мы верим воскрешение из мертвых после прихода мессии мы верим что все эти тела встанут это будет 10 разных личностей которые жили но во всех них есть частица одной общей прото души от которой они все происходят то есть это осколки если хотите вот этой души либо кусочки пламени одной первой души от которой они все вышли перебью я извиняюсь но очень интересно и мудрое описание реинкарнации которая тут же замешана вот с со сказкой о воскрешении костей нарастание там мясо и так далее то есть вот это можно сказать характеризует с моей точки зрения михаила умный человек многое понимает знает но без мистицизма обойтись не может потому что вот в моем понимании все что он сказал я поддерживаю кроме воскрешения из мертвых с какой смысл практически современного человека с точки зрения современного человека какой смысл чтобы какие-то кости как-то соединились о которых некоторых костей нет они как-то должны быть произвестись из воздуха да потом мясо как-то на россии потом какая-то одежда а потом какой-то возраст какой среднем молодой там ну в общем куча вопросов это все сказка который никогда не сбудется но вот в голове у миши и вот эти знания нормальные серьезные о которых можно поговорить и вот это вот сказочка про не знаю про деда мороза на про воскрешение в теле одна поздняя душа а все остальные как бы где-то находится в каком-то мире ну вот в иудаизме есть понятие в мистике высшее я что только высшее что оригинальная часть души вообще находится высшими сюда приходит любом случае часть души то есть это все у нас то разделяется часть души выше я ну там выше она подсказывает нам вот мы можем с ним связываться иногда есть разные практики как делается мне тоже есть то есть да да вот то есть то есть это очень все схоже с многими учениями которые есть на востоке вот профи ира про города вот мы это выясняли на канале я не знал вот эту информацию ну то есть к истине приближаются люди с разных сторон но чего-то там в последний момент туда кладут к это ложку дегтя да и получают то что получают ладно слушаем дальше достаточно мудро то что я придерживаюсь такой же концепции и значит если у вас такое что следующее рождение души она может нести следы предыдущей жизни в виде поощрения или наказания всегда несет всегда несет и у нас есть такое правило вот если мы видим что страдает казалось бы совершенно невинный человек ну то есть полном случаев детей с онкологией и вот традиционные конфессии как традиционное христианство и ислам которые отрицают реинкарнацию они как но это за грехи его предков но с точки зрения писания бог только до четвертого колено наказывает за грехи предков а бывают случаи когда ребенок болеет например а все предки праведные были люди хорошие за что он страдает и единственный ответ это что он страдает за грехи своей прошлой жизни и бог заменяет ему страдание здесь нежели чем страдание в аду это куда хуже и мы видим то же самое страдание в животном мире мы видим страдание в мире птиц рыб гигантское количество казалось бы несправедливости но если мы это помножим на бесконечное количество миров бесконечное количество душ то мы увидим простое правило что бог ничего не делает несправедливо все справедливо просто мы многого не знаем все справедливо вот если мы это поймем и примем мы увидим совершенно другую картину. Давай, может, тогда про Бога поговорим? Давай. Тора, Тора, Моисей. Ты помнишь историю, случай, когда он хотел убить Моисея? Как ты думаешь, за что? Или почему? Многие из этих историй, они не буквальны. И Бог иногда делает вид, что он гневается. Потому что, на самом деле, будучи высшим существом, которое над временем одновременно пребывает и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, и у него понятие гнев, описанное в Писании, это абсурдное понятие. Гневаться может тот, кто чем-то удивлен, чем-то поражен, не знал, что так было, и вот у него гнев выходит. Бог, который заранее знает все, не может гневаться. Он играет. Прерву на секунду. Ну, вот это вот типичная ошибка религиозных людей, умных людей, которые понимают, что есть единый творец, которому не до человеческих страстей, да, что он, у него есть дела поважнее. Но они отождествляют этого творца с тем персонажем, который написан в их книжке. И вот он, у него это все два в одном. Иногда педагогически играет, иногда, чтобы справить человека, иногда, чтобы напугать его, иногда, чтобы человек... Вот поэтому все вот эти вещи, они относительны. Бог, Он над этим всем. Многие люди этого не понимают. Но ты помнишь, чем закончилась эта ситуация? Я не очень помню, о какой ситуации, но ты говоришь. Ну, был вечер, было скучно, и Господь говорит, я убью тебя. Жена Моисея сделала обрезание сыну, бросила в тему. А, да, да, да. Идут успокоить. Да, смысл в том, что завет обрезания очень важная заповедь, и что нельзя было оставить ребенка Моисею, его ребенка не обрезан. Вот смысл. То есть научить, научить важность этой заповеди. Но не для того, что Бог, на самом деле, не планировал убивать Моисея. Опять-таки, это вот... Написано же, е-мое. Ну, написано, написано, правильно. Все написано, но не все же буквально. Вот в этом весь смысл. Не все буквально. Ну, тут читаем, тут селедку заворачиваем, да? Нет, просто мудрость никто не отменял. Мы же понимаем, что Бог, как высший разум вселенский, Он же не злится по мелочам. Он вообще не злится. Он абсолютно спокоен. В общем-то, вся книга Торы, там сплошные эмоции Божьи. Потому что у нас есть такое правило, Тора написано на языке людей. Еще можно даже добавить древних людей. И Тора в переводе, это книга учения, книга педагогики. Ее цель повлиять на читателя. Психологически повлиять на читателя. И сделать его чуточку лучше. Постараться, по крайней мере. Дать пример для подражания. Так же? Да. Да. А в древнем мире запугать немножко так же, чтобы человек боялся делать слово. Это прям... Фуш! Ну тут большая тема раскрывается. Я не стал ее раскрывать в тот момент, что Тора это пример для подражания. Тоже много раз, и долго я говорил, что вот это, оказывается, пример для всех религиозных людей. Ну, допустим, взять того же Авраама, да? И он говорит, да, это подражание, это пример. Ну, то есть, пример. Своего пророка чуть не убил, но решился вопрос. Двух сыновей Аарона, как бы, раз, это задымок, да? Это... А чему тут это учит? Считывая, ну, смотри, простая история. Аарон помог создать Золотого Тельца. Опять-таки, не добровольно, а боясь смерти и боясь, что убьют его сыновей. Пришла дикая толпа, 3000 человек из трех миллионов сделаны Тельца и были убиты. Этого в тексте нет, это трактовки тоже. Потом левитами. То есть, это 0,00 сколько-то процентов от общей массы. Но вся эта проблема молчали. И в этом их преступление было, что они не вмешались. Аарон хотел спасти жизни своих детей. И он вылепил этого Тельца. И Бог потом его наказывает, не разомерован. Он ему говорит, ты Тельца сделал, чтобы их спасти? Вот я у тебя это забираю. Но так, не было такой перевязки? Ее не было. Но если читать это все, то ты понимаешь, что это происходит. Это Аарону наказание даже больше. Потому что Аарон потерял двух сыновей. Он потерял свой пыль. Закадило. Не тот дым. Нет, нет, нет. Там есть также, если читать в оригинале, это на иврите, там есть несколько объяснений таких. Они по некоторым версиям, там есть слова такие, которые намекают на то. Пьяные пришли во время служения. Там была радость, открытие скини храма. Они пьяные выпили. Нельзя пьяным приходить. Но это не стоит смерти. Другие говорят... Короче, и зажглись, загорелись. Вот и все. Я считаю, что это было наказано. Я сказал, плохо слышно, маслом могли... Там же еще помазание маслом в процедуре было, да? Вот они могли загореться, да? А потом говорят, что это? Ну, это Господь, да? Как бы объяснение. Первичное, то, что они сгорели, а второе, что же такое? Ну, это Господь. Они Аарону, и так, что очень многие комментаторы. И потому что нельзя без комментариев это читать. Когда золотого тельца Аарон делал, его племянник, например, сын Мирием, стал с этой толпой бодаться, говорить, что вы делаете, вы придурки, нельзя делать идол. Его зарезали на глазах дяди, на глазах Аарона. Это где? Это написано в комментариях на Тору. У нас на Тору есть сотни тысячи книг-комментарий. Да. Он это увидел, он был в шоке, он хотел спасти своих детей, свою родню, свою семью. И Бог... Ну, представьте, есть текст, да, как было. Потом комментарий подходит, слушайте, да я там был, ну, то есть через там сколько-то, пару тысяч лет назад, да я там был. И его племянник выходит, и давай там, и вот это вот все рассказывает в лицах. Все люди строчат, записывают. Ну, как это? Ну, сказки. Ну, сказки. Сказывают его потом, забирают двух детей. Смотри, буквально в Торе написано, люди пришли, что-то нет, Моисея, сделай нам нашего Бога. Значит, Яхва общался и с Моисеем, и с Аароном, правильно? Да. Он видел, как выглядит Яхва, так? Нет. И сделал Яхва, идола Яхва для евреев. Он не сделал какого-то другого Бога. Он же сделал Яхва, который сделал. Он сделал египетского Бога Аписа. Вот в Древнем Египте был Бог в виде быка. И вот мы сегодня в Мемфисе раскопки были, там мы уже нашли в Египте, по-моему, 50 таких статуй быков. Это классический египетский Бог. Вот кого он сделал. Хотя должен был сделать, знаешь, какого? Вот такого. Он должен был, мне кажется. Мне тяжело говорить, что он должен был. Если бы я был на его месте, я не знаю, может быть, я бы сделал то же самое, скорее всего. Легко осуждать, сидя в комфортабельном офисе или дома. А когда человек пожилой, ему 83 года было, перед толпой безумцев, которые говорят, сделай нам Бога, и мы тебя зарежем, это очень тяжелое было испытание, я никому не пожелаю пройти через такое. Но не было такого, что мы тебя зарежем, этого не было. Это были трактовки, которые пытаются объяснить вот эту, вот эти дикие ситуации, которые описаны в Торе. Вот трактовки, да, если с трактовками все можно размазать, все можно, так сказать, приукрасить, поставить там какие-то, значит, цветочки, и тогда будет более-менее, да? Но, извините, первоначальный текст, он есть. Я просто, ты видел когда-нибудь изображение вот это? Ты видишь сейчас изображение? Это древнее египетское изображение, это Ра или кто это? Это Ях, бог Луны, африканский бог Луны, ну, Египет это Африка, правильно? Да, бассейн, яхвы или Адонай, ну, Господь подошел к евреям в Египте же, правильно? Ну, да, почему? Абраам, он с ним еще в земле обетованной общался. Ну, мы теперь знаем, что это трактовки, это люди писали, но, как бы, конституционно, это было, это был Египет, и он сказал, давай из Египта драпать, да, из Египта в Египет, да, будем удирать. Почему? Из Египта в землю обетованную. Ну, обетованная, она кому принадлежала? Египту? Она была в вассальная территория Египта, да. Ну, как можно из Московской области бежать в Ярославскую? Это все равно Россия, ну, как это? Ну, задача была в том, чтобы убрать оттуда ту власть, которая там была, и создать там независимое государство, что и было сделано потом. То есть, ну, это, понимаете, те земли, куда по преданию, по сказке ушли евреи, это Египет. Соответственно, нет никаких описаний, что египтяне это все, как бы, промолчали или согласились, что на их землях идет какая-то резня. Ведь войско фараона же пошло догонять, да? И что там, люди закончились, или там утопли все. Вот. Это территория Египта была. Но, как бы, кто на это обращает внимание? Никто. Египетяне с анонимным фараоном решили, ладно, раз там евреи выгнали всех, пускай они там живут. Нет. Вот если исторически смотреть на это, вот, например, есть такая очень интересная книга у Великовского Эммануила и у других, например, известный египтолог Дэвид Ролл, английский. Ведь нашествие гексосов на Египет, многие думают, гексосы это древние евреи, это не так. Это был древний семитский народ, который напал на ослабший Египет после десяти казней. И Египет, почему не уничтожил евреев потом? Не в пустыне, не там уже в земле обетованной. Почему они потом отделились? Египет был ослаблен нашествиями гексосов. Империя была разорена, уничтожена. И вот на фоне этого потом создается Израиль, который становится независимым. И есть много исторических исследований об этом. Вот я хочу сказать, ну, моя мысль, что Бог Ях, Он тот самый, который Яхве, тот самый, который Алях. Это вот его изображение. Я не могу с тобой согласиться в этом, хотя я знаю, что есть проникновение религий одна в другую, это сообщающиеся сосуды, и лингвистически многие названия не заимствуются. Если название похоже, это еще не значит, что это вот прямо взято оттуда. Потому что, например, в рудаизме нет изображений. Бог никак не изображается. За это убивали. За любое изображение Бога смерть. Вот обрати внимание, у него пейс. Видишь, здесь вот косичка такая. Ну, косичка есть, но вот по-египетски просто. Вот это луна и месяц, это шляпа. Я сейчас закрасил, чтобы было понятно. Вот, ничего не напоминает. Интересно, у тебя хорошее чувство юмора. Реально? Ты же знаешь, что такое карго-культ? Нет. Я знаю отдельно, что такое карго в аэропорту, и знаю, что такое культ. Значит, в Полинезии на островах были американские военные базы, авиабазы. Да. И местные дикари видели, как самолеты летают, Кока-Кола, это все. Потом пропало, эти улетели, а эти местные говорят, а как же, как же нам жить? Они стали строить деревянные самолеты, палки вот эти вместо оружия. Тут пишут на голом теле USA, Кока-Кола. И вот это они создали культ, религию. Это карго-культ. Они повторяют все, что видели. Понимаешь? И если взять любую религию, то какие-то странные предметы, которые люди себе там надевают на голову, наматывают на руки, на ноги, ну что-то такое. Это то, что они видели их древние предки, когда видели цивилизаторов, тех людей, которые приносили знания. Но это уже чуть-чуть другая тема, нерелигиозная. Но они видели, они зафиксировали это и по традиции переносят, переносят вот типа тфелины, вот эту тфелины, правильно сказал? Она же не имеет никакого смысла, как только если это подпошлят у какого-то космонавта, что это во-первых, смотрит. То есть это большая тема, тоже, не знаю, буду ли развивать, что были цивилизаторы и древние люди с бонзовыми мечами видели их как бы костюмы космические и стали рисовать кто там с клювом, кто там, ну, по-разному, да? это то, как они смогли изобразить или запомнить. Если эти люди летали, там, ранцы у них были какие-то летательные, то как это может быть? Как изобразить летающего человека? Ну, как птица, значит, надо клюв, надо им там, может быть, крылья нарисовать сзади, да? Вот он летает, потому что как птица, как кецарь куатль, да? Летающий змей. Ну, дальше. Это то, что ты говоришь книги исследования покойного Склярова. Вот он изучал то, что он читал, что в цивилизации другие прилетели, люди их копировали. А смотри, у японцев, например, есть похожие штуки, типа цилина, такие же черные, вот на голову надеваются, и во многих культурах это есть. У евреев смысл в том, там внутри пергамент и сторона на руку это надевается к сердцу. Нет, вот как раз он и подтверждает, я знаю, что в Японии тоже такие коробочки. Это говорит о том, что цивилизаторы перемещались на огромных расстояниях и в разных местах их зафиксировали, зарисовали, запомнили. Это он только подтверждает. Склярова я, кстати, не читал, но видео видел, а так никаких книг я его не читал. В голове, чтобы сердце, голова были чистыми, светлыми, помыслы были светлыми, это опять-таки напоминалки. Это все напоминалки. Ну, да. Работает это или нет, ну, у кого-то это работает. А у многих людей, они как были быдлом, еще в любой конфессии, бараном, вот так они остаются, и в этом беда. Да, как ничего не наматываешь, все равно внутри-то ничего не меняется. Ничего не меняется внутри, и это кошмар. Люди думают, что внешние атрибутики, они служат Богу, они себя очки в рай аккумулируют таким образом. Сказал Миша в кипе. А на самом деле помочь ближнему сложно, не украсть это сложно, не обмануть это, но завтра будут делать внешние атрибуты, будут делать. Это легко. Тут усилий не надо особо. Но вернемся тогда к Господу, к Аллаху вашему, Яхве, как угодно. Это же одни и те же имена одного и того же существа, правильно? Почему Он так создал, ну, твое мнение, что столько религий и сект, а Он возглавляет все их, и эти секты между собой враждуют? Ну, во-первых, основа основ у нас это свобода выбора. Бог создал человека, дал ему свободу выбора, сказал, делай что хочешь. Враждуют между собой люди. Причем тут Бог? Бог? Бог надо к этим всем. Бог не делает войны, Бог не льет кровь, Бог не создавал освенцам, Бог не создавал ГУЛАГ, Бог не создавал пыточные инквизиции там или НКВД. Это люди, это мы все сделали. Причем тут Бог? Сыдеями в голове, правильно? Да, сыдеями, сжиганием костра. Помнишь? Фашисты? Ну, с нами Бог? Бог не тонус. Бог с нами? Да. И в голове тоже Бог. Но Бог над этим. Ну, и в голове, правильно? Я тут пытался подвести к мысли, или к теме, точнее, вампиризма, но потом я эту тему с ним, с его присутствием или без, разовью. В голове атеисты, которые возьми, Мао Цзэдун, Сталин, Ленин, Троцкий, всякая мразь, другая, этот, полпот, они не убивали без Бога миллионы людей? Без всякого Бога. Миллионы людей. Убивали. Убивали. И где они брали примеры? Они же выросли в религиозных семьях. Сталин в семинарии уходил. Конечно. Пример был. Но Советская Армия победила божественную религиозную Германию. Правильно? Не только Советская Армия, но и все союзнические армии вместе взятые, которые помогали ей. Это армия США, Англия, Канады, это французская Санкт-Петербург. Кто там, по-моему, Бразилия еще там так помогали. Ну смотри, у меня два деда фортавики. Я не знаю, если бы не было бы, например, того же Ленд-Лиза и Тушенки, то с голода бы умерли бы все. И стали для танков Т-34 из Америки шла. И все смазочные и горючие для наших самолетов. А все из Америки шло. Мурманск, Вархангельск, конвоями. Мы все вместе победили. Другое дело, что героические подвиг Красной Армии, количество жертв, количество, это несопоставимо. Но я не уверен, что без союзнической помощи Советский Союз бы не проиграл. Я не уверен. Союзническая помощь, это тут чистая выгода у американцев. Я про то, что где Бог-то был? Он за кого был? За магистры? Нет. 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 Бог, конечно, был за добро. Но Бог создал свободу выбора. В древности люди тоже убивали друг друга. были воины, только оружие было другое. В чем тут Бог? Ты хотел бы, чтобы Бог создал что? Кукольный театр, марионеток? Если бы Он не дал нам свободу выбора, мы были бы все хорошие мальчики, сидели бы как ангелочки. А где Он указал, что я даю вам свободу выбора? В какой? Это в пяти книжах написано, в книге второзакония. Я дал перед тобой выбор, добро и зло, жизнь и смерть. Выбери же жизнь, выбери добро. Твори добро, говорит Бог. А люди всегда выбирают зло. У Соломона написано, в Экклезиасте, в седьмой книге, в седьмой главе, в двадцать девятом стихе, если я не ошибаюсь, что Бог создал человечество идеальным, но они сами сбились с пути и пошли преступными путями. То есть Бог... Ну это опять же, трактовки. Сам же Михаил говорил, что у них, у евреев, не десять заповедей, а шестьсот, ну то ли тринадцать, но более шестьсот, да? Шестьсот уже достаточно, неважно там сколько еще. Шестьсот заповедей, шестьсот правил, которые они не могут нарушить. Какая сабота воли? Ну блин. Он не вмешивается. Он дал нам это. Ну так пойти налево, может на право пойти. Ну ведь он Адаму сказал, не надо или умрешь. Он же наоборот запретил. И заповеди запретили. Запретил. Ну Адам положил на это все и ошибся. И большинство других людей потом то же самое. Какую роль играет Бог в выборе людей? Никакой. Не знаю, стоит ли это новую тему начинать, потому что это большая тема, я бы хотел пояснить, но это долго. Пояснить, почему все происходит вот так, как мы видим. Войны почему происходят, почему конфессии между собой борются уже столетиями, тысячелетиями. Но я думаю, мы будем еще общаться, или это все? Это первое. Я думаю, что мы еще будем общаться, Бог даст, почему нет. Тогда отложим тогда вот это. И я бы рассказал о своем мировоззрении и объяснил бы, почему и Моисея он хотел убить, и почему евреев убивал в Торе просто пачками. Земля открывается, он туда падает. И это просто... Тогда не хотелось бы быть избранными. Если с избранными так поступает Бог, то таких друзей, вот мне лично... Нет, за грехи. В основном за грехи. Когда Земля открылась, там был корей, и люди, которые восстали против Бога, он их наказал. В основном Бог всегда, не в основном, а всегда Бог ведет себя справедливо. Просто иногда эта справедливость не видна. И опять-таки, с учетом реинкарнации в особенности. У меня первое, первое, вопросов вообще нет. Вот я спрашивал в свое время людей, которые прошли освенцем, как вы после этого можете верить в Бога? Или ГУЛАГ? Ну да. И что отвечает? Только концепция реинкарнации помогает видеть... И то, что все справедливо. Потому что мы не знаем, что эти люди сделали в прошлых жизнях. Мы не знаем, почему этот человек вот тут погибает. А тот человек какой-то другой где-то в Майами сидит на солнышке и кайфует миллионер. Мы ничего не знаем. Не, но в Торе написано, за что были эти люди под землю провалены. Ты же помнишь? Да. Они восстали против Моисея. Не, не. Не, не. Они подружили с соседним народом. И за то, что они дружили с соседним народом, были наказаны. То есть, дружили с соседним народом. Ну, потому что эти народы были идлопоклонники. Там это тоже отдельная тема. Они все время их тянули идти служить идолам. И Бог за это наказывает очень сильно. Там это написано. А он их не создавал, что ли? Он их тоже создавал. Но к Кириле очень строгое отношение за любое проявление нелояльности, неверности и измене Богу с другими богами. То есть, свобода воли. Помните, пять минут назад свобода воли. А теперь за любое смерть. Ну, как это? Очень сильно наказывают. Ну, опять же, он же мудрый, он же мог это предусмотреть и научить этих многобожников своей вере. А он их учит тысячи лет. А человека все равно тянет к грязи, как свинью, которая грязь хочет везде найти. Вот точно так же. Есть такие люди. И вот смотри, ты же помнишь обещание, которое он давал Моисею на будущее, что твой народ будет властвовать в мире. Ну, опять же, мир это, наверное, вот междуречие. Да, конечно. Вас будет как песка морского. Да. И вот в итоге, сейчас можно подвести итоги? Это еще не сбылось? Ну, большинство считает, что это не сбылось. А есть метафорическое объяснение, что как звезды на небе, что будете сиять и освещать в темноте путь. Сиди у вас будет много ученых, будет много писателей, много поэтов, будет много людей, которые очень много для человечества дадут и пророков. А как песок, это будет очень много людей, по которым будут ходить ногами. А другие говорят, нет, как песок, что чистый, как песок морской. Будет много людей чистых, хороших. То есть у любого этой цитаты есть метафорическое объяснение. Даже количество вас будет столько, сколько морского в песках. Да. Одно из объяснений есть, это мессианские времена, когда, например, к вам присоединятся многие народы, примут вашу веру. Такое тоже объяснение есть. Тогда вместе с ними вы все объединитесь, и вас будет очень много. Пока что не сбылось. Пока что нет, конечно, не сбылось. Пока что этого нет. Правильно. По поводу египетского раса, это такая, ну как бы, давайте, может на этом и как бы закруглимся по времени. Египетского раса. Ну вот, не знаю, сколько, по-твоему, ты сказал, 3 миллиона людей вышло из Египта? Примерно. Порядка 3 миллионов людей. Мы точно не знаем. Точно не знаем. Я тоже прикидывал, 600 тысяч мужиков плюс 600 тысяч, ну примерно, женщин это миллион 200. Детей сколько дадим? 2-3, например. Это мало, но пускай будет. Это уже старики. И беглые рабы еще с ними вышли. Какие-то копытки. Что-то их народу. Ну, миллионов 7, наверное. Беглые рабы, кстати, да? То есть, они были не рабаи, получается, евреи? То есть, они из рабства были, выходили, как хозяева, как говорят на юге, да? Как хозяева, как господа они выходили оттуда. Беглые рабы, а они кто были? И я уж не стал тут говорить, я сейчас просто скажу, это написано. И после того, как они оттуда убежали из рабства египетского, Господь Яхва сказал, теперь вы мои рабы. Шило на мыло. Там был Египет с хорошими землями, климат и так далее. пошли в пустыню, чтобы стать рабами какого-то существа. Это смешно. Или это, не знаю. Ну, конечно, это можно трактовать. Ладно, слушаем. Внутри это минимум. А тут к бабке не ходить, как бы, это уже минимум, минимум. Окей, значит, ну, давай четыре сойдем. Что там старик? И они взяли с собой скот, чтобы прокормить одного человека, сколько нужно, ну, голов скота? Минимум два, да? Смотри, не надо думать, что Синайская пустыня была просто с мертвым местом. Там было две магистрали. Кочевники ходили из Ханаана, возили товар в Египет. Из Египта товары шли в Ханаан, то есть здесь сегодня вот святая земля. Там были народы, которые в пустыне жили. Иногда они допадали на евреев, иногда они торговали с евреями. То есть они не были в полностью изолированном, пустом месте, где просто ложись и вздыхай. Это не так. Нет, по количеству, значит, 4 миллиона людей и, ну, примерно, 8 миллионов животных, да, чтобы их могли как-то мясо-то поджарить. Ну, я не знаю, сколько там, ну, много у них было скота, да, да. 12 миллионов примерно это тех, кто хочет пить. Ну, а животные травку кушать, да? Ну, либо травку, либо сено сухое. Да. В Синайской пустыне есть такое количество полян и воды на такую арабу. Это очень хороший вопрос, и об этом написано очень много книг, причем не религиозных книг, а я сейчас говорю о книгах археологов. В частности, я очень уважаю... Ответа нет. И он переходит на раскопки. Вопрос простой. Население Москвы, он москвич, население Москвы, 12 миллионов, встало, вышло из своих квартир, жилищ, и пошло куда-то, да? Ну, хорошо, если они, если мы, москвичи, пошли куда-то здесь. Здесь у нас и реки есть, и трава, все это есть. Там этого нет. Они бы реку Иордан, Иордан выпили бы досуха, если бы подошли вот этой аравой. Но он переходит на раскопки. Но что эти раскопки? Он же понимает, что это преувеличение в сто или в тысячу раз, и вообще этого не было. Это Ролла, это английский археолог, египтолог, изучавший вопрос исхода из Египта и имперически его доказавший. Это Альфред Биток, это австрийский археолог, который до сих пор работает и тоже доказал исход из Египта, нашел могилу там, гробницу Иосифа, нашел город Аварис и раскопал его. Там ДНК древних евреев найдено, и какая у них овца, какие у них овцы были, какое у них все, и структура захоронения. То есть, пустыни было огромное количество, она называется только пустыней, были оазисы с водой, были опять-таки торговые взаимоотношения с кочевыми людьми, которые ходили, огромное количество караванов и кочевников и всего остального. Это не полная пустыня. Это, понимаешь, это вот написано так пустыне, потому что есть куски, где ничего нет. Но там есть очень многое для жизни. И там есть прямо целые куски, где жили народы, пустынные народы, с которыми древние евреи взаимодействовали, покупали у них воду, покупали у них еду, выменивали на ценности там и так далее, и так далее. Мы можем спорить о количестве вышедших из Египта, мы можем ставить под сомнение какие-то другие вещи, но есть большое количество литературы, которые доказывают историчность исхода. Опять-таки, можно ставить под сомнение многие библейские описания. Но множество литературы – это не аргумент. Если сама, сам первоисточник – это выдумка. Сам первоисточник, сама Тора – это сочинение древних евреев, и на это сочинение было много литературы, еще одних сочинений. Ну, это что доказывает? Это доказывает о том, то, что люди на этом зарабатывают деньги всю жизнь. И следующее поколение начинает заниматься тем же самым. Вот, что это доказывает. Ну, конечно, это невозможно. Такой араб 40 лет по этой теме. Я понимаю, что можно, но есть очень много доказательств, мы просто сейчас нет времени на это говорить, которые говорят о том, что определенный исход, определенного количества древних евреев был, и были войны по завоеванию Ханаана древнего и так далее. Это подтверждается исторически. Мы можем спорить о пропорциях этого. Понимаешь? Вот то, что я хочу сказать. Да, самое рабство. Давайте еще чуть-чуть зайдем уже в Египет. Значит, во-первых, Господь, как добрый, хотел сказать, человек, как добрый, добрый сучец, сказал, обнесите египтян, да, то есть обворуйте, возьмите у них там. не обворуйте, это реституция. Когда советская армия из Германии выносила заводы и машины, и станки, и американская, за весь ущерб, что немцы сделали, представляете, 400 лет египтяне использовали этот народ в рабстве. Это не является оплатой за рабство, как ты считаешь? А, то есть это был грабеж, что ли? Какой грабеж? Это была плата за рабство. Четыре. Этого не было в Торе. Это опять трактовка, но трактовка на основании того, что эта тема самая животрепещущая, как я понял, у Миши. Я планировал с ним эту тему подробнее обсудить, но я думаю обсужу уже с его фотографией. Ну, или если он появится, но готов с ним обсудить, без вопросов. Значит, ну, я так что-то говорил, что мы кирпичи делали, но в любом государстве есть принуждение. В любом государстве. Если в Египте там налог платили 10 или 20%, то я думаю, сейчас в Израиле платят 60%, да? Так, а где рабство-то? В Израиле в современном или в том Египте? Там, значит, они делали эти кирпичи из глины, да? Обжигали. Ну, повинность всегда была и строй был рабовладельческий, да? И сами эти пророки имели своих рабов, то есть, они были рабовладельцы. И ваш Господь Израилев тоже имел вас всех в виде рабов. Это все были рабы кого-то. И какие реституции, какие там это, оплатите счет, какой счет, кому счет? К фараону, которого перевести лучше на русский язык как царь-горох, то есть, это не существующий, не существовавший фараон. Царь-горох. Имени нет. Ладно, что-то я завелся. Дальше. Нет, евреи были рабами. Бог сказал, пойдите заберите у них золото, серебро, возьмите. Там египтяне были рабами, там не было фермеров каких-то там предпринимателей. Все пахали на фараона. Египтяне, ой, эти евреи делали кирпичи, но чужой народ, причем народ Иосифа, который спас Египет от голода, поработили не по закону. 400 лет они были рабами. Убивали их детей, кидали в Нил, уничтожали, резали, беспредельничали. Миш, мы же понимаем, что это люди писали, потому что даже имя поработали. Но мы понимаем, что в современном праве есть понятие реституции. Если один народ порабощал друг... То есть, он не принимает, что это легенды, что там бросали вот это, то есть, он это принимает за чистую монету, за правду. Но ведь до этого он же много раз говорил, это все сказки. А теперь на эти сказки он обижается и с такой уже с горячностью говорит, да, за это? За что за это? За то, что написано, египтяне были должны заплатить золотой монетой. Да? Ну, как это логика? Сам придумал вину? Ну, сами. И за это, опять же, не было вот этих реституций, не было вот этого. Это все придумано. То есть, вот это оправдание. Потому что... Это еще... Я не вспомнил, как себя вел Господь. Он же и к фараону подходил, не отпускай евреев, и к Моисею подходил, попросить, чтобы фараон отпустил туда-сюда, туда-сюда. Это вот как назвать? Ну, трактовка есть. Я думаю, 150 процентов. Но как это? С точки зрения современного человека или с моей точки зрения, это подлость. Это так ведут подлые люди. Ты или за Моисея определись, или ты за фараона? А он и туда, и сюда, и туда, и сюда. Ну, как это? Ладно, слушаем дальше. Ой, или нанес его ущерб не по праву, он должен компенсировать. Бог не сказал ограбьте. Бог сказал, пусть они вам заплатят за ту мерзость, как они висели. Нет, написано, не так. Обнесите. Ну, обнесите. Но они виноваты. Ты считаешь, что кто? Рабовладелец, убийца прав? Я считаю, что нет, что они не по праву поработили, мой народ, и заплатили за это. Вот все, что ли? Ну, если уже претензия к фараону, у которого нет имени. А, не только, не только к фараону. Был аристократический класс, приближенный к фараону. И они все были рабовладельцами, они все уничтожали, пили кровь в метафорическом смысле у народа. И вот эти вот богачи египетские, они заплатили за это. Простые египтяне, которые были там, бедняками, там нигде не написано, что у бедняков что-то забрали. У бедняков и брать нечего. Ну, логично, что у бедняков нечего брать, но там не было выделения. Суть такая, что потихонечку вот эти вот 4 миллиона плюс 8 миллионов скота потихонечку от своих рабовладельцев на цыпочках, звеня золотом, ушло, и это называется рабство. Это рабство называется? Ну, представь, ты бы был рабом много лет, ты бы не забрал за украденные годы твоей жизни, да, компенсацию. Он не понимает. Рабовладельческий строй, это когда рабы в состоянии животных, да, и вот это размножение, о котором написано в Торе, оно невозможно. Какие семьи, какие размножения, какие вот эти скота, было много, да, это только человек развивается при хороших обстоятельствах, а при плохих это геноцид, это уничтожение. Так они же расплодились и стали, согласно книге, конечно, они на самом деле, они стали угрожать уже Египту, что их так много стало в плохих условиях, что они стали представлять угрозу для Египта, ну как это? Ну, бы сказал мне, что, нормально все, все классно, я прощаюсь, все нормально, да, ну как? Нет, ну просто это, у меня не укладывается в понятие рабства, рабство это человек с скандалами, который пашет, который не видит брата, его стекают, вот это рабство. А человек, в которых и были. Я же слушаю хозяин, ну-ка дай твой кошелек, короче, я пошел, это можно. Это же было после десяти казней, когда Египет был сломлен, морально, когда у каждого египетской семьи был труп в доме, когда умерли первенцы, они уже себе не принадлежали, они были в замешательстве, и они, забери. И вот он не понимает, я, наверное, в следующем уже эфире расскажу, не понимает, что это не предмет для гордости, это главная беда, вот этот сюжет, и вообще Тора, это главная беда всего еврейского народа. Но он это не понимает, и все раввины не понимают. Это потом я расскажу. Те, куда уходить, это депрессия была, народ был разваленный, разграбленный, уничтоженный. Бог уничтожил Египет за его сломо. Да, забрали. Забрали. Красная армия тоже забирала, можно сказать, какое преступление у Германии все вывезли. Всю Германию же вывезли. За что? Все поступки поздних государств это производно из того, что написано вот в Египте. А я считаю, что это справедливо. Когда Германия грабила, вывозила ценности из музеев всех европейских государств Советского Союза, когда Германия угоняла людей на рабские работы в Германию, Германия сжигала деревню, уничтожала все, да? Где они прочитали? Они где прочитали? Кто? Примеры. Ну, хоть кто, хоть французы, хоть немцы, хоть кто. Да не только же в Библии. И было еще римское право, были другие книги. Когда кто-то виноват по отношению к кому-то, за эту вину надо платить. Платить надо за любую вину, за боль причиненную за рабство. Но сначала доказать, что она была. Ведь даже фараона нет имени. Кто именно конкретно? Имя есть. У меня есть ролик о том, какой-то фараон, и у меня есть об этом целое исследование. Есть очень много исследований, но это не мои исследования, я привожу исследования к египтоводу. В Библии просто не упоминается его имя. Не упоминается, Моисей упоминается, а фараон не упоминается. Не упоминается, да. Ну, значит, это сказка. На основании сказки делаются выводы, что они... Я не думаю, есть же много очень исследователей, египтологов, которые, например, реповерский папилус в Голландии есть. Там упоминаются все 10 казней древнеегипетских. Древний египетский манускрипт. Например, в Бруклинском музее историческом есть список рабов с древнееврейскими именами. Он дошел до нашего времени. почти что. Но это ничего не доказывает. То, что перечислены египетские казни, ну, и что? Ну, перечислены, да, и вот это кто-то написал и стали тиражировать. А что это доказывает? То, что это сказка древняя, да, и все. Больше ничего. И тысячи лет. Из гигантского количества артефактов, доказывающих, что было рабство, что все это было, что они ушли оттуда. Не так все просто. Я не стал бы вот так вот обобщать. Нет, да я просто, ну, конкретика, значит, Моисей конкретный, а фараон абстрактный. Ну, как? Я тебе могу сказать, почему. Потому что в древних текстах, вот в древних текстах, в древних книг Дворечия и Ближнего Востока было всегда презрение к врагу. И очень часто из презрения считалось, что мы забвению предаем вот этого врага, вот эту мерзкую личность, мы не упоминаем его имя. Вот. То есть, не всегда это потому, что его не было, а просто иногда тут есть некий такой вот мистический момент. Мы не упоминаем его имя. Я думаю, была еще одна такая мысль, чтобы чтобы потом, как сказать, раввины могли с разных сторон объяснять вот эту ситуацию. Потому что иначе, если бы сказали Рамзе второй, то взяли бы египетские письмена к хронику и посмотрели, было ли что-то подобное. Или какой-то еще там ихнопотеп. и не с чем сравнить. Соответственно, доказать невозможно. То есть, это абстрактная такая ситуация. ни одна империя, включая даже советскую вот недавно, она свои промахи, провалы и поражения старалась не фиксировать в исторических книгах своих. Все пытались только какие-то крутые фиксировать. Поэтому... В принципе, так, кто пишет историю, кто пишет книгу, тот и герой. Да. Да. Что-то еще какая-то мысль хотел сказать. Ну, уже сейчас закругляемся. Я думаю, мы закончим сегодня. Мне кажется, мы сегодня сделали ударно. Ударно? Да. Что-то у меня крутится. Ну, ладно. Если мы договоримся о следующей встрече, так и еще поговорим. Я, кстати, могу рассказать о концепции Единого Творца. Да. Это будет интересно. Давайте в следующий раз это сделаем. Давай. Когда примерно наметим? Ну, давай спишемся. Хорошо. Ну, на этом тогда я покидаю в любви и свете Единого Творца. Миша, наверное, тоже. И на этом... Всего доброго. Всего доброго. Пока. До свидания. Ну, как, Минахин? Все нормально получилось? Смотри, было... Ты знаешь, что было вообще без срача. Без срача. Ну, это последние слова с Минахином, который... Максим. Махра. Который сыграл дальше такую роль. О чем я, наверное, сейчас скажу. Вот вечером, значит, он мне в Телеграме обозначился 11 августа вечер. А в Скайпе я сказал, а где... Ну, запись давайте, ну, как бы, чтобы я начал обрабатывать. В Скайпе никакого ответа. Здесь вот вечером он меня проигнорировал. Ну, ладно, там уж поздно. Уж там свои закидоны, да? Утром, значит, видео готово. Он мне отвечает, с Божьей помощью скоро будет видео. Напишите вашу подпись, кто вы в двух словах. Я ему говорю, Игорь Ткаченко, но можно добавить эзотерик. И, значит, молчание, молчание. Я пишу уже в час там чем-то. Максим. Да, видео большое, нужно время для загрузки. Он в это время занимался обработкой и закачкой видео на свой канал, на их общий канал, как я выяснился, оказывается. Это их общий канал. Про меня, ну, как бы, а кто это такое вообще? Ты кто? Я жду, ну, думаю, ну, как это? Вижу, у них пошла, это второй вариант, первая была беседа с сомневающимся. Где-нибудь такой взяли, я там говорю, я не атеист, ну, пускай будет эзотерик, но Игорь Ткаченко, первичный, меня зовут Игорь, фамилия Ткаченко. Беседы с эзотериком, никаких имен это. пишет, я попробую вам выслать то, что записал к вечеру, думаю, получится. В три часа уже дня. Там почти три гигабайта. Ну, думаю, в чем проблема? Ну, ты занимайся своим делом, мне-то отправь то, что обещали, о чем это говорить, отправь, а он что-то там кручу-верчу там. Ну, есть такой момент, ну, я думаю, он вторичный, не на первом месте, но так как он занимается продвижением, чье видео первично залито, то видео ранжируется в поисковике на первом месте. Ну, такая хитрость, которую я знаю, но я даже об этом не думал. Я ждал, ну, мне-то пришли, исходник-то, потому что он же влез в нашу скайп-беседу, и у меня все настройки полетели, мы долго настраивались, потом говорю, ну, ладно, вы-то запишите, нет, дадите, да, сказали они на русском языке. Я уже нервничаю, я это уже жду со вчерашнего вечера. И я когда написал вот это уже нервно, не надо пробовать, и говорит, я попробую. Мы договорились, я не стал писать, и жду со вчерашнего дня то, о чем договорились. Теперь я вижу странную заставку с фоткой 15-летней давности, это вот я какой-то молодчик, я не такой, я не просил меня сделать молоденьким, он мне взял это с сайта, картины, я так понимаю. Зачем вот это вот? Где меня обозвали сомневающимся, с какой стати я сомневающийся? Я же сказал, эзотерик. Ну, то есть, что хочу, то и делаю. И он мне отвечает, я думаю, что мы больше не будем делать с вами видео только и всего. То есть, некий такой, не знаю, как сказать, шантаж или угрозы, ну, в общем, так вот. Вместо того, чтобы сделать то, о чем мы договорились, да мы с тобой не будем вообще дело иметь. Нормально? Я начинаю с Миши писать. Миша, ты как бы, ну, напиши, чтобы он, хотя бы ссылки, потому что там, он же меня обрезал. У меня было такое окно, как вы сейчас видите, но только мутное, как будто я в сауне какой-то, да, никаких моих телеграм-каналов там не было, не стояло. Кстати, надо поставить. Вот это кваркоды, коды, ссылки на телеграм-канал верхний и на мой канал в Дзене. То, что должно было присутствовать при нормальной записи. Значит, Миша мне пишет, я ему сказал добавить ссылки на твой канал. Вот, вот, вот. мы можем удалить этот ролик. Я спрашиваю, а в чем, почему такие проблемы? Вы видите, уже вечер, уже вечер, следующего дня и у меня ничего нет. Максим, соучредитель моего канала, со мной. Я не руковожу им, я мягко могу попытаться воздействовать, но не приказывать. Но это выглядит как разводка, типа, ну или как издевательство. Как бы, он дал слово, вот он пишет, что я сказал, но при этом, говорит, я не могу. До этого, когда я перестал, не стал записывать, мы договорились и нет. Там я уже всю переписку не буду, значит, показывать, но тем не менее. Вот, таким образом было описание такое, беседы с эзотериком и потом оно было удалено в таком виде. То есть, Игорь Ткаченко там не был вставлен и ссылок не было, хотя Миша обещал, я ему сказал добавить ссылки на твой канал. Сказал, обещал, у него были еще слова, там, человек честь и так далее, но можно говорить халва-халва, а во рту сладко от этого не станет. Вот то, что было перед удалением, беседа с эзотериком. Я ему еще говорил, ты же, Максим Шевченко, ты же пишешь, Максим Шевченко, да? Ну, понятно, что на Максима Шевченко придут и зайдут к Михаилу Финквелю. Это, с точки зрения рекламы, выгодно, да? А написать Игоря Ткаченко, чтобы от него ко мне пришли, это невыгодно. Поэтому, поэтому меня он и не поставил. Ну, один из вариантов. Почему этот Максим, или, как я там, Минахем меня не поставил и упирался. Ну, там, опять же, мне не очень уже интересно, они вдвоем упирались, играли, кажу, свою роль, или у одного одна была позиция, другая, у другого, другая, но в итоге это похоже на такой умный развод с умным лицом. Он признался, что нам мешали, ну, то есть, высшие силы какие-то, да? Но я со своей стороны постараюсь максимально исправить. Не исправил. Старался, нет, не знаю. И в конце он сделал такой, ну, так лучше будет, сделал такой пост у себя в канале, ну, на тему нашего неудавшегося общения, да? Я это уже кратко проговорил. Значит, он пишет, что очень важно стараться окружить себя позитивными людьми. И на фоне вот этого грязного унитаза, значит, он учит жизни, наверное, имея в виду, что это я такой грязный унитаз, да? Но мое мнение, унитаз это часть квартиры, где живет человек, да? Соответственно, они партнеры, и это квартира, где живет Максим и Михаил. Я что, я как бы пытался зайти в гости, подружиться, там, найти общие какие-то темы, и меня тут не приняли, я ушел. Это, Миша, это твое. И я бы хотел сказать, что еще там пару видео сейчас сделаю, как иллюстрация, что мне немного жаль тебя, ты умный человек, ты развит, у тебя есть работающая ум и логика, и ты, наверное, глубоко внутри себя, наверное, пришел к тем выводам, к которым и я пришел, но профессия не отпускает, ну вот как вот какому-то попу или там равину или муле уйти из религии? Ну что, на работу что ли ходить? На работу? Вот, соответственно, работа, вот это вот, этот культ, эта религия не дает тебе, я так считаю, мое мнение, я могу ошибаться, но я так считаю, не может тебе или сделать правильный выбор и понять, чем ты занимаешься, что ты людей вводишь вот в этот мир сказок, а этот мир сказок приводит к тому, что ты ожидаешь с часа на час, да, войны с Ираном, и в Израиле, и у палестинцев, и у Ирана, и, не знаю, в Германии, в России один и тот же Бог. И я в следующем видео скажу, и я думаю, докажу, что именно благодаря этому Богу, или точнее вере, вашей вере в этого Бога, проливается кровь, убивается огромное количество людей. И вот этот Макс, он с Божьей помощью, это ваш Бог, на него влияет сильнее, чем на тебя. Это он испортил нашу запись и испортил своим вот этим поведением наши отношения. Ну, я хоть и как бы, ну, как это сказать, спокоен, старался быть спокойным, но меня может тоже вывести из себя. Ведь Господь сам гневается, да? Что с меня брать с обычного человека? Ну, может, не совсем обычный, но какая разница? У меня тоже есть эмоции. если для меня честность и пунктуальность или, ну, это честь, ну, это очень большое значение играет. А меня окунули, опять же, не значит окунули, это был интересный опыт. Я думаю, как же, неужели вот так возможно? Ну, это вроде бы на кону чести еврейского народа, ну, так, за большой буквы, да? Тут была возможность показать себя честными людьми, умными показали, он показал, да? Второй-то достаточно глупый. Это я ему доказал, потому что он не мог отправить мне этот файл, потому что в Телеграме оно не умещается, я должен был купить премиум режим, чтобы я получил этот файл, когда им, потом я его научил облако, через облако отправить, и он мне отправил уже через облако. Ну, где тут ум-то? И Миша говорит, я не умею, напиши, Игорь Ткаченко, в чем проблема в своем видео? Я это не умею, говорит он. У человека написано, что у него бизнес связан с высокими технологиями. Ну, как это не умеешь? у меня что Наташка, что Анька знает, как это сделать. Но это же ребенок сделает. Нет? В общем, я в недоумении, что там происходило в итоге. Ну, короче, вот этот пост, Миша, это, значит, ну, опять же, показывать Максу не надо, это он его и запостил. Миша сказал, что все посты, все видео делает вот этот вот Минахим. Вот. Соответственно, это я на себя не принимаю, это ваше, к сожалению, вот наше общение закончилось унитазом. Но, как бы, если, как мы с тобой договаривались, раскрою секрет, да, от Минахима, он так просто ремнил, так, я говорю, ну, ты пока там, ему надо было перезагрузиться, там, драйвера установил. Говорю, ну, мы тут пока поговорим, ну, если я вам мешаю, так прям, как будто вот это, как бы, человек, мужчина, нетрадиционная ориентация, а что, а что это вы там будете? Я всего лишь спросил, вот это, личные вопросы, как там, ну, нормально, как любой тактичный человек. А он такой, о чем мы? Я вам что буду мешать? Говорю, да ничего такого, что ты, ну, ревность, да? Вот. Ну, и давайте завершу видео, двумя видео, раввины, ну, раввины, как мы знаем, они основываются на, на Торе, да, и у раввины в голове примерно плюс-минус, ну, вот, примерно одно и то же. Давайте послушаем отношения, что может иллюстрировать, почему эти люди так поступили со своими обещаниями. Ну, я думаю, это будет показательно. Для нас очень плохой багаж. Наш багаж из-за того, что мы выросли в СССР, из-за того, что мы выросли среди этих идиотских народов, и мы привыкли слышать, все равны, и нас только унижали, и нам было приятно всем рассказывать, что все равны. Никому мы не равны вообще, мы ни с кем не равны. Как есть король, который возвышен над всеми подданными, так и еврейские народы возвышены над всеми созданиями. Это высокомерие, это нацизм, это, ну, можно назвать это сионизм, как угодно. Это в голове любого еврея, любого. В меньшей степени, в большей степени. Соответственно, что-то доказать человеку, у которого вот это в голове, несмотря на то, что факт исторически показывает, доказывает, что вера в такого Бога вредна для народа. Нет. Когда-то, сейчас я второе включу, это иллюстрация ко всему. Что будут делать те, кто не принадлежит к еврейскому народу? Ради еврейского народа создан мир. Мир – это место, где надо исполнять то, что написано в Тории, тем, кому-то рада она. Понятно? Вот для этого есть мир. То есть мир создан для евреев. Понимаете, да? Что будут делать те, кто не принадлежит? По мнению наших мудрецов, они будут помогать еврейскому народу во всех делах, где нужны физические усилия, тем самым позволяя евреям наслаждаться и получать награду за 6 тысяч лет. Нам грозят, в кавычках, такие наслаждения, такие кайфы, что все, что мы называем сегодня удовольствием, ну, будет просто грозительно. То есть вот эта идея египетского рабства, придуманная, да, она оправдывает то, оправдывает то, что они ожидают, что за все вот это унижение, в первую очередь, египетского и всего остального, не понимая, что египетская вот эта история наложила отпечаток на всю историю еврейского народа. Об этом я потом скажу. И вот они ожидают, что они будут кайфовать за счет других людей. Они станут рабовладельцами. Что уже будут делать неевреи? Ну, что будут делать неевреи, ребята? Обеспечивать всем необходимым. Они должны высвободить максимальное время нам для того, чтобы мы могли служить, познавать в арте. У нас всегда во всем цифра один. Мы единственный народ. Это единственная святая страна. Это единственный святой язык. Это единственный тот, кто правит всем. Потом сколько людей... Где Гитлер взял этот Deutsche Überallis? Германии превыше всего. Вот. Вот. Есть несколько мнений, кроме нас. У нас будет, знаете, сколько, ребята? Сколько нас будет? 260 миллиардов нас будет. Ух, как мы заживем. Вот сказочники. Они живут... Их осталось 14 миллионов. По всему миру они мечтают о каких-то там миллиардах. Но он тут же говорит, ну тогда сколько же будет этих неевреев-то? Ты прав. Ты прав. Ты прав. Есть 360 миллиардов еврейских душ. Теперь за каждому 2800 гоя по 5 пропорций будут убить. 2800 рабов. Каждому. Да? И он говорит, какая же будет пропорция? А может быть, он будет рабом одновременно и у меня, и у Фредика. Видите? То есть один, ну, русский. Вот я, ну, я буду рабом у Финкеля и у этого Макса, да? Вот они мечтают так, с люк стекут. Ну, вот как современный человек, борода седая, в голове вот это. Теперь. Но будут народы. Мы светочки в мире. Мы должны их просвещать. Что же они будут делать? По мнению наших мандрецов, они будут помогать евреевскому работу во всякой деятельности, требующие физических усилий. Таким образом, позволяя еврейскому народу служить всевышему. Они должны будут обеспечивать на всем необходимым. Есть право, что они уничтожат, будут каким образом они перестанут рожать? Ведь ключ от рождаемости в руках у Творца, правильно? А они держат Творца за бороду, да? То есть они будут делать геноцид. Если не евреев будет слишком много, они будут подкручивать это. Ну, как и делал, в принципе, Гитлер, да? Да. Ужина делает 10 тысяч раз свое дело, два ребенка, три телевизора. Лыхарь. Они должны будут обеспечивать все, в чем мы будем испытывать необходимость. То есть, и не только выращивать пищу, разводить животных, они должны будут заботиться о производстве одежды, о производстве телефонов, о всем на свете. Им не могут сделать ничего. самый страшный негодяй первый нам рассказал о Машихе, что у нас будет Машихе, уничтожим все народы. В одном пророчестве, Рэб еще подчеркивает это, потому что в одном пророчестве сказано... Ну, там это... Да, на этом закончился выступление этого равина, тоже в кипе, смешной, да, символизирующая Луну, обратную сторону Луны, с этой стороны освещенная, белая, да, а там черная. Ну, вот такая у нас была беседа, вот так она закончилась, и такое послевкусие не очень. Значит, что я планирую? Я планирую продолжить беседовать с Финкелем в любом варианте. Или я поставлю его фотографию и продолжу то, что намечал, или открою его видео, как делал это до этого, и разберем, да. Но опять же, уже с поправкой, что раз это не жесткие тексты, то это такая трактовка. Просто к чему это все ведет? Вот эти трактовки. Вот этот человек, этот человек, да, ну, это фашист или нацист, как угодно. Он с улыбкой говорит жестокие вещи, или как, не знаю, как я подбираю слова. Он мечтает или учит людей, там, молодежь сидит, учит людей тому, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. это вера, это религия, это зло, с моей точки зрения. Ну, в общем, на этом я заканчиваю. Значит, вот два моих кварк-кода, да, переходы. Так как YouTube захлопывается, я так думаю, не знаю, захлопнет его или нет. У меня еще Рутуб такой, такой же, как и у Миши, кстати. он мне говорит, ты скачай видео в Рутубе, в его Рутубе. Я зашел, там, 25 подписчиков и моего видео нет. Ну, тоже так, зачем посылать туда, где ничего нет. Ну, видимо, это был вечер таких вот умных, таких, не знаю, как сказать, ударов, что ли, шлепков, там, ну, пошлепал, наверное, было весело. Мне тоже. Значит, подписывайтесь, я пропадать не собираюсь, ВКонтакте я размещаю в Одноклассниках, вот, Телеграм-канал Дзен, ну, что-то еще будет, значит, будете смотреть, если хотите понять, что происходит в этом мире. А я покидаю вас в любви и свете единого Творца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok